Зрители программы Вести Хакасия должны запомнить эти кадры. Это уже история. Так выглядел зал предполетного ожидания аэропорта еще три недели назад. По большому счету вполне современное офисное помещение. Бывают и похуже. Но сотрудники аэропорта решили его модернизировать и сейчас здесь вовсю идут отделочные работы. Комфорт для пассажиров это главное к чему стремятся. В зале заменят систему отопления и вентиляции и поставят два мощных кондиционера. Примерно так будет выглядеть новый зал. По уровню комфорта не хуже чем в самых известных московских аэропортах. Но с одним важным дополнением. Дать понять нашему пассажиру о том, что они все-таки находятся в Хакасии. Нынешний дизайн, который будет применен, в основной части он будет применен на перегородках прозрачных, которые будут отделять эти зоны. Мы планируем разместить по местным мотивам петроглифы, что-то такое, что действительно напоминает о Хакасии. Ремонт обойдется предприятию примерно в 3 миллиона рублей. Это собственные средства. Их аэропорт научился зарабатывать. Последние два года он работает без убытков и наращивает объемы перевозок. В прошлом году было перевезено около 200 тысяч пассажиров. В этом году ожидают немного больше. У нас большие планы на этот год, потому что в связи с экономической ситуацией в стране и снижением вообще по всей отрасли пассажиропотока, мы ожидаем все-таки в этом году увеличения пассажиропотока в нашем аэропорту. Это в связи с тем, что мы все-таки ведем переговоры и планируем открытие новых рейсов. Уже сейчас увеличилась интенсивность полетов на Москву, в Норильск, отправляются борты в Томск, Новосибирск, Иркутск, Маньчжурию. О новых направлениях руководитель аэропорта обещал рассказать буквально через неделю. Сейчас завершаются переговоры с потенциальным перевозчиком. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова